Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио, учебники История Азербайджана, 5 класс 9 параграф Джованщир Несмотря на все попытки, Сассанидам не удалось полностью подчинить себе северную часть Азербайджана, Албанию. Албанские цари управляли страной по своим законам, сохраняя свою независимость. Но ежегодно они платили Сассанидам дань. Если Сассаниды собирались напасть на какую-то страну, албанское войско также помогало Сассанидской армии. Когда начались Сассанидо-арабские войны, албанский царь послал с войском своего сына сражаться. Это был отважный азербайджанский полководец Джованщир. Сассанидскому шаху сообщили о храбрости и отваге албанского царевича и его тяжелом ранении. Сассанидский шах пригласил молодого принца к себе во дворец, приняв его со всеми почестями. Он велел, чтобы для излечения ран Джованшира, к нему послали шахских целителей. В скором времени, царевич выздоровел. Шах наградил его в присутствии всей придворной знати. По возвращении на родину, отец объявил его царем Албании, передав ему печать верховной власти. Джованщир дарил земли военным, служащим в его собственном войске. Целому ряду государственных работников, известным людям, имеющим особые заслуги. Эти меры, значительно усилили мощь албанского государства. Тюрки-хазары, жившие на севере страны, создали сильное государство. Хазары порой помогали албанам в их борьбе с врагами. Джованщир заключил с хазарами мир и таким образом смог защитить страну от нападения с севера. В VII веке арабский халифат превратился в сильное государство. Многие государства, не выдерживая натиска арабов, подчинялись им. Чтобы защитить Албанию от разрушительных походов арабов, Джованщир решил встретиться с халифом. Он отправился в столицу халифата, город Дамаск. Это были 60-е годы VII века. Во дворце халифа состоялась знаменательная встреча. Встреча албанского царя, знаменитого азербайджанского полководца Джованщира, с халифом. Между ними произошла серьезная и важная беседа. В беседе обсуждались роль Азербайджана. Для халифата – вопросы о налогах и податях, взимаемых с Албанией и другие важные проблемы. Джованщир отправился на эту встречу ради защиты независимости своей родины. Халиф внимательно слушал слова Джованщира, убеждаясь в справедливости всех хвалебных слов в его адрес. Джованщир прославился как умный, дальновидный государь, опытный и сильный полководец. Халиф устроил в честь албанского царя пир. Он преподнес ему много подарков. Они пришли к согласию, что и впредь Албании будет управлять Джованщир. Халиф дал понять Джованщиру, что не будет вмешиваться во внутренние дела управления страной. Албания должна была платить арабскому халифату лишь определенную подыть. Джованщир попросил несколько облегчить наложенные на его страну подати. Халиф согласился. В результате налоги, взимаемые арабами с населения, были сокращены на одну треть. Таким образом, Джованщир сумел сохранить независимость своей страны. Одновременно, Джованщир занялся созидательными работами в стране. Были восстановлены разрушенные города. В результате работ по благоустройству, Албания очистилась от руин, в стране были возведены новые мосты, дама. Благодаря своей внутренней и внешней политике, Джованщир вошел в историю Азербайджана, как выдающийся государственный деятель. Наш народ чтит память о Джованщире, называя его именем своих детей, мечтая вырастить их такими же отважными героями, как и он. Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио Учебники 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 Продолжение следует...